На днях в СМИ появилась информация о том, что жительница Ульяновска Рамелия Волгиной областной Минздрав отказал в обеспечении дорогостоящим лекарственным препаратом. В прошлом году Рамелия Волгиной поставили диагноз – неоперабельный рак нижней доли левого легкого четвертой стадии. Врачи назначили ей дорогостоящий препарат для лечения. Женщина хотела получать лекарства в поликлинике по месту жительства, но областной Минздрав ей в этом отказал, поскольку оказалось, что кризотениб не входит в перечень льготных. Отчаявшись, Рамелия обратилась в суд и выиграла. В свою очередь Минздрав подал апелляционную жалобу. Наша съемочная группа отправилась в профильное ведомство, чтобы лично задать вопрос министру о произошедшей ситуации. По словам Сергея Панченко, всему виной законодательная система. Сейчас препарат не входит в региональный перечень жизненно необходимых лекарств, поэтому его не могут выдавать в поликлинике по месту жительства пациентки. В этой связи женщине пошли навстречу и предложили альтернативный вариант. Мы изыскали возможность, чтобы она ее получала на базе лечебно-профилактического учреждения, которое занимается лечением онкологически больных. Соответственно, это онкологический диспансер. У них есть и финансовые возможности, и в тот список жизненно необходимых лекарственных средств, по которым они закупают препарат без нарушения законодательства, это они могут сделать, они, соответственно, это и сделали. Закупили на полугодовое обеспечение этой больной. В ситуацию вмешался лично губернатор. Сергей Морозов дал поручение областному ведомству в кратчайшие сроки включить необходимое лекарство в региональный перечень льготных препаратов и изыскать средства на его дальнейшую закупку, чтобы женщина могла получать лекарства в своей поликлинике по месту жительства. А Минздрав, в свою очередь, предпринимает все усилия для того, чтобы решить этот вопрос уже в рамках действующего законодательства без ущерба и для пациентки с тем, чтобы устранить временные трудности. Редакция дозвонилась до Ремели Волгиной, чтобы узнать ее версию событий, но женщина от комментариев отказалась, сославшись на плохое самочувствие и постоянную занятость из-за лечения. Мы будем следить за развитием событий.